МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис Тихонов. В Элисте дети-сироты получили ключи от своих квартир. Двухэтажное здание располагается по улице Некрасова. 8 новоселов с важным и долгожданным днем поздравил глава Калмыкии Бату Хасиков с подробностями Айна Басхаева. Диана Болдырева самая молодая из тех, кто получил ключи от своих квартир. В очереди на жилье девушка стоит с 14 лет. Сейчас Диане уже 22, позади студенческое общежитие и съемное жилье. А впереди большие планы на будущее в собственной квартире. Постоянно переезжала с одной квартиры на другую, на бакалавриате, когда училась. Тогда я училась и жила в общаге какое-то время. Естественно, там были условия другие, получше. И бесплатно можно было жить в общежитии. А сейчас пришлось съехать и прийти в более взрослую жизнь. Долго ждала квартиру этого знаменательного дня. Квартира очень классная. Конечно, хотелось бы сказать слова благодарности от меня и вообще от всех людей, кто сегодня получает ключи. Вот, искренние слова благодарности. Все-таки я считаю, что жилье, оно очень необходимо и дает стабильность, что и в семье, и вообще в работе. Всего в этот день свои ключи от долгожданных квартир получили 8 детей-сирот. Это первый в этом году дом, приобретенный через аукцион и предназначенный для этой категории граждан. Это стало возможным благодаря заключенному соглашению между федеральным Минстроем и региональным правительством. Поздравляя Новоселов, глава Калмыкии выразил слова благодарности президенту страны и федеральному центру за поддержку руководства республики в решении таких важных социальных задач. Это для вас праздник, и это праздник для нас. От всех нас, я считаю, важным поблагодарить руководство нашей страны, президента России Владимира Владимировича Путина, правительства Российской Федерации, обязательно партии «Единая Россия», потому что все те, кого я перечислил, они искренне хотят, чтобы все граждане нашей страны, независимо от судьбы, независимо от положения, получали поддержку, в том числе и получали жилье. А наша задача, руководители республики, все это добросовестно и качественно реализовывать. И шаг за шагом мы будем к этому идти. В 2022 году на строительство и приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено почти 66 миллионов рублей, около 70% из которых средства регионального бюджета, остальное из федеральной казны. Всего за три года для этой категории граждан были приобретены 70 квартир. В нормативном показателе федеральные власти довели нас в выдачу 16, предоставление 16 квартир. С учетом стоимости наше министерство проводит каждый раз перед объявлением торгов, проводим анализ и заключаем. С учетом поднятия стоимости данные квартиры объявлялись в торгах. Есть критерии, какого года постройка, какое качество строения, где расположено. Из-за этого меняется цена объекта. Данные квартиры приобретались по предпоследнему аукциону. Стоимость за квартиру составила порядка 3 миллионов 170 тысяч. На сегодняшний момент есть квартиры, так как рынок, мы объявляем, с начала года объявили более 120 аукционов уже, результатом проведения которых вышло 18, приобретение 18 квартир. И все они соответствуют нормам, у всех полностью готовые отделочные работы в них, то есть дети могут заходить и спокойно жить. План, еще раз повторюсь, мы 18 квартир в этом году уже разыграли, приобрели. При целевом показателе 16 на этот год останавливаться мы не будем. И я планирую, что оставшиеся средства, там порядка 30 миллионов у нас еще осталось, планируем также разыграть и максимально приобрести хотя бы еще квартир 10 до конца года. Как отметил профильный министр, перед покупкой дом прошел проверку специальной комиссии и полностью готов к эксплуатации. После торжественной части новоселы, многие из которых пришли со своими семьями, поспешили осмотреться в новом, а главное, своем доме. Квартиры однокомнатные, есть все необходимое. Газовая плита, раковина, оснащенный санузел. Ну а главное, есть желание жить и трудиться на благо родной республики. Айна Басхаева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Это решение подчеркивает особый статус педагогов и их неоценимый вклад в воспитании подрастающего поколения. В прошлом году в Калмыкии были установлены дополнительные ежемесячные выплаты молодым учителям в размере 5000 рублей. Доплаты за классное руководство до 4000 рублей, а также увеличенные в два раза подъемные для учителей в сельской местности. В результате средняя заработная плата учителя выросла за 2021 год по сравнению с 2018 на 26% и составила 30 552 рубля. При этом в среднем по стране рост составил 17%. Средняя заработная плата в экономике республики увеличилась с 2018 года на 22% с 22 040 рублей до 26 926 рублей в 2021 году. В 2022-2023 годах в рамках федерального проекта по модернизации школьной системы образования будет произведен капитальный ремонт 35 школ, который не проводился многие годы. В текущем году будет отремонтировано 17 школ республики на общую сумму более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. На следующий год запланирован ремонт в 18 школах на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, сообщает сайт правительства Калмыкии. В Элисте прошло заседание Координационного совета консорциума «Устойчивое развитие городов и территорий и качественное образование, факторы сохранения и развития человеческого капитала республики Калмыкия», созданного в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Напомню, «Приоритет 2030» – это программа поддержки высшего образования и опорный университет Степного региона вошел в число немногих вузов, попавших в программу развития стратегий. Программа Калмогумни-Гординкова направлена в первую очередь на развитие агропромышленного комплекса республики «Сохранение человеческого капитала» и расширение гуманитарного сотрудничества в Каспийском макрорегионе. На встрече команда университета во главе с ректором вуза Бадмой Салаевым обсудила с руководителями региональных министерств и ведомств намеченные цели и запланированные программы на ближайшие годы. Дойти до каждого жителя, дойти до каждого отдалённой территории нашего региона, то есть до населённых пунктов – это всё является первоочередным объектом, в том числе на реализацию нашего проекта. Результаты же наших исследований, в том числе учёных нашего университета, должны лечь в новые программы, новые образовательные программы, новые образовательные услуги, востребованные сервисы, сервисы, о которых мы говорим, адресные управленческие рекомендации и решения, которые должны реализоваться в различных форматах. От обучения до кассатинга, до финансовой организационной поддержки, а также необходимое развитие инфраструктуры. В Элисте состоялось открытие оригинального этапа 11-го Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом» среди команд 2012 года рождения, который проходит под эгидой детской футбольной лиги имени Горлова. За пальму первенства борются 9 команд из Элисты и Сальско-Ростовской области. По словам организаторов, фестиваль станет ежегодным, и география команд из регионов будет только расширяться. Финалисты получат возможность выступать на всероссийском этапе, который пройдет в сентябре в городе-курорте Анапа. Ребята, участники сегодняшнего турнира, хочу пожелать вам успехов в этом состязании. Не стесняйтесь, отбросьте все оформления, проявите все свои навыки, умения. Вы большие молодцы, то, что все без исключения принимаете участие. Даже если кто-то не займет первое место, для вас самое главное, самое важное, это то, что вы на футбольном поле можете проявить все свои способности и проявить дальнейший рост вашего футбольного мастерства. Так что всем желаю удачи, красивых голов, ярких эмоций. Всех, ребята, с праздником! Продолжение следует... На этом у меня всего, всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова